Ты – женщина, ты книга между книг, Ты свернутый, запечатленный свиток, В его строках и дум, и слов избыток, В его листах безумен каждый миг. Мы для тебя влечем ерем железный, Тебе мы служим, тверди гор дробя, И молимся от века на тебя. Это стихотворение Валерия Брюсова называется очень лаконично «Женщине». Все классики имеют в своих трудах строки, воспевающие прекрасный пол. И это неудивительно, ведь наши матери, бабушки, сестры и жены – все они заслуживают красивых слов. И именно весной наступает главный женский день – 8 марта. Почти все цветы исчезнут с прилавков, опустеют подарочные магазины. Уже сегодня все мужчины, сломя голову, бегают в поисках идеального, по их мнению, подарка дамам. Приближается 8 марта, что вы подарите своей второй половине? Вот, тут. А что за подарок, если не секрет? Да ерунда тут. Лук, сивок, килограмм. Подарков было много уже. Сейчас в первую очередь цветы и теплые слова. На свой подарок 8 марта, я думаю, что самое главное – это личное внимание. Поэтому надо успеть вовремя сейчас вернуться к командировке домой. На предыдущий раз, да, я лично поздравиваю цветами, да, еще в начале дня. А сегодня вот рано с утра уехал, так что вернусь обязательно личное внимание поздравить. Мне кажется, личное внимание – это основа вообще взаимоотношений, коммуникации между людьми. А между близкими людьми – это, мне кажется, вообще, собственно говоря, самый фундамент теплых отношений на долгий промежуток времени. Ну, в первую очередь цветы, как весна. Ну, а второй уже как муж. Пока еще нет времени этим заняться. Буду завтра решать. Только материальный подарок. И цветы. Цветы, конфеты. В первую очередь цветы. Ну, второе – это внимание мужского пола. Вот красную розочку я тебе даю. Красную розочку, красную розочку я тебе даю. Но представление об идеальном подарке у мужчин и женщин различно. Узнать, чего хочет ваша половинка, очень просто. Иногда достаточно просто спросить. Все зачеты автоматов, экзамены тоже. Ой, ну, конечно. Цветы, уважение, любовь. Чтоб помогал. Берег. Внимание, любовь и цветы. Особо желаний каких-то нет? Цветы. Можно даже цветы, там, что-нибудь приготовить. Ну, чтобы от чистого сердца все это было. Внимание. Любовь. Самое главное – внимание, забота, ласка. Идеальный подарок. Цветы. Хорошее настроение, романтика, кино. Согласно социологическим опросам, получить букеты в подарок хотят более половины женщин. А 70% мужчин планируют преподнести их милым дамам. На втором месте парфюмерия. Любимый аромат хотели бы обрести четверть представительниц прекрасного пола. И 27% мужчин готовы удовлетворить их маленький каприз. Лучшие друзья девушки – ювелирные украшения. На третьем месте в общем рейтинге праздничных подарков. Их ожидает получить 29% женщин. И осуществить их желание готов каждый пятый мужчина. Торты, конфеты, шоколад находятся на четвертом месте по популярности среди россиянок. Сладкий подарок хотели бы получить 13% женщин. Интересно, что среди представителей старшего поколения каждый пятый мужчина считает сладости оптимальным презентом к 8 марта. Желающих облегчить даме своего сердца тяготы быта хотя бы в один день набралось всего 4%. Что бы вы не хотели подарить женщине на 8 марта, помните, что главное – это оказанное внимание. Но и не стоит забывать, что внимание должно быть не единственным подарком.